Мы рассказываем миру об Украине. Я Дарья Вершилинг. Здравствуйте. Надежда на решение «Мир для Донбасса». Лидеры Украины Петр Порошенко, Франции Франсуа Алант, Россия Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель сегодня встретятся в нормандском формате в Берлине. Порошенко накануне заявил, Украина не будет исполнять политическую часть соглашений проведения выборов на Донбассе, пока российские оккупационные войска не покинут территорию нашей страны. Завершить ратификацию соглашения об ассоциации призвала Верховная Рада Евросоюз. Депутаты просят Европарламент, правительство стран-членов ЕС и их парламента искать решение, которое позволило бы имплементировать документ. Также обратились к властям Нидерландов найти решение проблемы. Подчеркнули, их отказ от ратификации соглашения поставит под сомнение надежность и авторитетность всего ЕС, как партнера в глазах украинцев и других международных партнеров. В апреле этого года большинство нидерландцев на консультативном референдуме высказались против ратификации соглашения об ассоциации Украины с ЕС. Парламент Нидерландов принял постановление, которым требует от правительства вынести решение не позднее 1 ноября. Завтра-послезавтра президент Петр Порошенко в Брюсселе обсудит компромисс о ратификации важного документа. Мандат миссии по расследованию катастрофы Boeing MH17 продлили. Следователи смогут работать в Украине до августа следующего года. Нардепы поддержали законопроект, который внес в Раду президент Петр Порошенко. Это означает, что Нидерланды и дальше будут расследовать причины трагедии, говорится в пояснительной записке к документу. В предварительном докладе международная следственная группа пришла к выводу, лайнер был сбитой ракетой «Бук». Ее выпустили с территории Донбасса подконтрольной боевикам. Сам зенитный комплекс привезли из России, а после запуска вернули в РФ. Катастрофа самолета 17 июля 2014 года унесла жизни 298 человек, которые были на борту. Украинские телеканалы на Донбасс. Завтра на горе Карачун начнут поднимать новую телебашню на месте разрушенной во время боев за Славянск. Смонтировали последнюю секцию, сообщил глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жибривский. Башню боевики уничтожили в июле 2014-го. Это лишило украинского эфирного вещания часть Донецкой области. В прошлом году сделали временную, но сигнал украинских каналов слабый. Новая телевышка будет высотой 180 метров и позволит вести теле и радиовещание в радиусе свыше 60 километров, даже на оккупированную территорию почти до Донецка. Один украинский военный погиб, один ранен в зоне АТО за минувшие сутки. Это произошло в Лебединском из-за вражеского артобстрела. Самой сложной остается ситуация на Мариупольском направлении. Там противник ведет круглосуточные обстрелы. В частности, на участке фронта Павлополь-Широкина. Провоцируют наемники и в Водяном. Также боевики открывали огонь по пункту пропуска Гнутова. В Красногоровке применяли минометы. В Гранитном украинские войска отбили атаку террористов. Общее количество выпущенных боеприпасов превысило 500. Последнюю неделю мы наблюдаем чрезвычайно высокую активность российско-оккупационных войск именно на Мариупольском направлении. Там зафиксировали несколько артиллерийских и минометных батарей. Также видели реактивные системы залпового огня, которые также подходили к линии соприкосновения. Но их не применяли. Украинской стороне на данный момент неизвестна причина такой активности со стороны боевиков. Но любая информация о том, что якобы наемники продвинулись на этом направлении, не соответствует действительности. Украинские позиции остаются на месте. Конституционный суд Украины начал рассмотрение дела о лишении Виктора Януковича звания президента. Соответствующий закон Верховная Рада приняла в 2014-м. В нем говорилось, что Янукович неконституционным способом отказался от выполнения полномочий президента Украины, что угрожало управляемости, территориальной целостности и суверенитету Украины. Позже глава государства Петр Порошенко обратился в Конституционный суд с просьбой проверить документ на соответствие основному закону. По мнению Порошенко, Рада не могла лишить Януковича звания президента, ведь согласно Конституции оно сохраняется пожизненно. Мнения юристов по этому поводу расходятся. Первая группа ученых считает этот закон неконституционным и что он подлежит отмене. Вторая, что он формально неконституционный, но поскольку его принимали в ситуации, которая также не предусмотрена основным законом, так его нельзя признавать неконституционным. Третья говорит, парламент принял политическое решение, а значит оно не может быть предметом анализа Конституционного суда Украины. Напомню, Виктор Янукович сбежал из резиденции в Межигорье 22 февраля 2014 года. Позже стало известно, что он выехал в Россию. Правоохранительные подозревают его в причастности к массовым убийствам митингующих во время Евромайдана, госизмене, злоупотреблении властью и ряде других преступлений. Экономика Украины показывает признаки роста. Объемы промышленности выросли на 2% по сравнению с прошлым годом. Прирост иностранных инвестиций в нашу страну составил свыше 2,5 млрд долларов. Это плюс 19% сообщил премьер-министр Владимир Гройсман во время отчета правительства за полгода работы. По его словам, инфляция замедлилась на более чем 6%, а зарплата украинцев увеличилась в среднем до 5000 гривен. Премьер отметил, кроме развития национальной экономики, задача для Украины меньше потреблять и больше добывать энергоресурсов. За 5 лет Украина может увеличить собственную добычу газа на 7 млрд кубометров. Гройсман отчитался и о перезагрузке госслужбы. Объявлены конкурсы на 52 самые высокие должности. Также недавно объявили конкурс на новые институции государственных секретарей. Это значит, что мы привлекаем новых людей на прозрачных конкурсных началах к работе во власти. Кроме того, мы активно внедряем электронное управление. Мы в рейтинге ООН по электронному правительству продвинулись на 25 позиций. Должны двигаться дальше и максимально все, что возможно, внедрить через электронные сервисы. Офис поддержки и сопровождение инвестиций в скором времени появится в Украине. На сегодняшнем заседании кабина утвердили и кандидатуру директором. Это канадский юрист Дэниел Биллок. Спецофис при правительстве будет сопровождать сначала крупные и средние инвестпроекты в Украине, а также заниматься мониторингом бизнес-среды. По словам Биллока, офис будет базироваться на четырех основных принципах. Это открытость, постоянная коммуникация, обратная связь и сотрудничество. Цель – реализация инвестиционных проектов под ключ. Если работа органа будет успешной, подобные создадут и в регионах. Добрые, веселые, увлекательные все дети, да и многие взрослые любят читать сказки. Они переносят нас в мир фантазии. Придуманные истории также помогают раскрыться личности, а еще лечат. Больше Яна Мациевская. Я люблю каручки, потому что они красивые. Маленькие Ульяна и Алексей с интересом слушают занятные истории о приключении лягушонка. После услышанной сказки ребята тут же принимаются за карандаши. В детских руках история оживает на рисунке. Здесь все имеет значение, даже выбранный цвет. Он передает характер, настроение и переживания детей. За процессом внимательно наблюдает сказкотерапевт. Она не вмешивается в творчество малышей. Ее задача – раскрыть их потенциал с помощью книжных персонажей. Сказкотерапевт – это человек, который может работать со словом и лечить слово. Моя работа происходит следующим образом. Я читаю сказки, и мы обязательно рисуем персонажей сказок. И вот посредством того, какой рисунок появляется на листе бумаги, уже можно что-то говорить о ребенке. Сказкотерапию лучше всего проводить с дошкольниками. Она поможет понять, например, плохое поведение ребенка или причину ночных кошмаров. При этом родителям не обязательно обращаться к специалисту. Это можно сделать и дома. Выбрать интересную сказку и прочитать ее. Потом предложить нарисовать сюжет. Малыш может развить даже продолжение истории. Например, притумать собственный иной финал для героев. Поняв страхи своего ребенка, вы легко поможете ему с ними справиться. Кроме того, занятие станет увлекательным времяпровождением для всей семьи. Даже эта известная народная сказка, например, продолжить ее. А что бы ребенок видел, какой бы герой ему понравился, кого бы он ввел в сказку еще. И что бы происходило с этим новым героем. Вот это тоже было бы интересно. И этот час может растянуться и немножко даже больше. Но вы качественно проведете время и интересно для ребенка. И самое главное, что он познакомится и с текстами. То есть литературно будет воспринимать тексты и укладываться это будет. И также будет развиваться моторика, потому что можно будет порисовать, что-то поделать руками, какие-то поделки из того же пластилина. Выбрать сказки можно как и веселые, так и поучительные. Авторские или народные. С современным сюжетом или с историческим прошлым. Украинский фольклор очень богат и разнообразен. Полки книжных магазинов представляют широкий выбор избалованному читателю. За последние столетия украинская сказка сделала настоящий прорыв. Детская литература – это тот сегмент, который мгновенно раскупают в нашем книжном магазине. Ее можно поставить в один ряд со взрослой литературой. К нам очень часто приходят мамы с детьми или целые семьи. Например, все володанистайка очень быстро раскупают. И для маленьких – в стране солнечных зайчиков. И для старшего поколения – те же Тореадоры и Свасюковки – очень много появляется современных авторов, как зарубежных, так и отечественных. Литература поможет сформировать в ребенка не только хороший вкус, но и правильное мировоззрение. Для этого не обязательно покупать дорогие книги. Ведь главное – содержание. Ты больше читай эти книжки. Яна Мациевская, Евгений Савицкий, Тимофей Сорокин. Юэй ТВ. На этом ставим точку и уже готовим следующий выпуск. Редактор субтитров А.Семкин